еще раз добрый вечер ну что очередная наша встреча с вами и я от всего сердца поздравляю вас с наступившим летом хотя она уже идет уже 9 дней вот но прошлый раз вроде алексей не поздравил вот я вас всех поздравляю поставьте пожалуйста десяточки потому что действительно лето наступило пора замечать наконец-то тепло наконец-то закончилась школа для родителей там для дедушек для бабушек если это актуально вот у меня дочка сегодня сдала четвертый экзамен тоже поздравьте меня вот но я тоже всех поздравляю те кто детки закончили школу и те кто как говорится сейчас отдыхают так что летом самая любимая пора вот у меня день рождения скоро и женились мы летом вот и квартиру в свое время летом покупал так что у меня ну и самое интересное что тоже мне жена подарила моего сыночка тоже через три дня после моего дня рождения тоже летом в июне так что летом у ассоциируется да спасибо большое спасибо вот и поэтому я думаю что летом нас тоже ждут замечательные новости вот в нашем с вами любимом деле это skyway и у sky вот и желаем в общем-то всем нам вот этих вот замечательных новостей а я думаю они обязательно будут ну приступаем вот философия вы помните наша философия вот несмотря на то что наступило лето и пробки продолжают править баллам да как я просто рассказал что коммерсант так вот озвучил такую статью но наша философия транспорт должен быть все-таки решением проблем они их источником и я вас поздравляю теперь у нас обновился новый сайт есть да он называется вот тоже также юницкий street technologies вот и теперь у него такой вот получается адрес это юэст и раньше был юницкий а теперь юэст и им компаний то есть консиста компания вот который сейчас который сработает сейчас более 600 инженеров мы имеем два демонстрационных испытательных центра лаборатория испытательные комплексы 50 с лишним конструкторских бюро 200 и более международных патентов и более 4000 метров производственных площадей папа все значит замечательно у нас продолжаем двигаться вот и на сайте тоже представлено вот эти транспортное решение это видите городские международные пассажирские перевозки транзит через территорию со сложным рельефом что немаловажно и конечно же для бизнеса очень важны это грузовые перевозки которые сейчас помимо вот этого маленького контейнера 20-футова планируется запустить к осени надеюсь что запустится вот это вот огромная уже такая стакада два с половиной километра которая будет она уже будет перевозить 40-футовые контейнеры которые в общем-то очень необходимы для бизнеса и тем более в наше время вот это время перестройки новые логические различные хабы устраиваются и новые вообще загрузки и так далее все ну в общем-то мир меняется поэтому конечно вот эти вот транспортные системы я думаю что будет ох как востребованы вот но и не вот и все-таки такой скажем так кирпичи такие вот текста ну потому что мне кажется нам надо с вами все это повторить потому что на этом новом сайте вынесено это действительно в скажем так во главу угла поэтому я тут немножко может и сокращу вот но все-таки решил озвучить и вот все-таки как есть без тут уже не обессудьте весь текст который был я все-таки перенос сюда итак преимущество юнистский street technologies это безопасность в первую очередь это нулевой уровень аварийности ну вы понимаете за счет перенесения перевозок в плоскость над поверхностью земли это очень сильно увеличивает безопасность данных транспортных средств десятикратный запас проще прочности несущие конструкции вы помните что то ли дворчик о том что сто лет дает гарантию и так далее потому что там были и переход на болтовые соединения и так далее но в общем здесь вот действительно уникальные возможности вот увеличивается так сильно запас просто поруч прочности по сравнению с теми же железными дорогами там насыпь посыпалась тогда я уж не говорю про асфальтные дороги и так далее так далее но в общем то понятно да устранение негативного воздействия человеческого фактора то есть когда получается что человек зависит и от погодных условий и от времени суток здесь же получается за счет автоматизации здесь не влияет ни погода не время суток не водитель пьяный водитель уставший и так далее здесь нет ничего потому что все мы автоматизированы минимальная вирусная террористическая угроза вирусная вы понимаете что вот такой введен термин термин мбс да это малогабаритный подвижной состав то здесь получается за счет того что если будет какая-то скажем так эпидемия то люди могут действительно разделиться поехать двух местных четырех местных они создавать не заходить как метро мы сейчас заходим в общем то было время что все в масках там ездили да но все равно конечно же какая маска можно спасти от вируса это все глупости поэтому конечно же вот это вот ограничение то что ты можешь ехать в индивидуальном транспортном средстве очень сильно может спасти и улучшить ситуацию доступность низкий уровень и уровень ресурса емкости да то есть получается это появляется ну скажем материала емкость вот опять таки до увеличивается самый дорогостоящий потом получается возможность на порядок снизу тоже материалы емкость стоимость транспортных эстакад по сравнению понимаете одно дело строить оставить несколько промежуточных опор между ним натягивать нежели полностью строить допустим дорогу или мост и так далее сокращение операционных расходов это не орех написано это по-английски opex да это вот все вот эти вот допустим расходы на ту же зарплату на какие-то починки и так далее все 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 расходы там которые могут быть при любом в общем то и этой выплаты зарплаты это починка новых допустим чего-то сломанного потом допустим доставка грузов или так ну в общем то просчитывание это все то есть здесь действительно сокращение потому что здесь идет автоматизация полностью и возможность восстановления невысоких тарифов тарифов на проезд и грузоперевозка опять здесь сказано человеческий фактор да не надо платить зарплаты вот и далее то что скорости будут другие в общем то перемещение этих кабинок будет там все автоматизировано знать когда ну сейчас мы дальше там посмотрим до следующий слайд когда большой либо надо состав давать либо несколько там маленьких и так далее но вот это вот следующим преимущество адаптивность именно вот это вот сюда входит то есть в первую очередь это высокая скорость производительности да то есть а 150 километров в час и 50 тысяч пассажиров в час либо 100 миллионов тонн в год но это колоссальная сумма это вот наравне как с метро но опять-таки мы как и здесь у нас минским есть час пик да когда вот это вот невозможно войти до в транспорт в японии вообще там есть люди которые нанятся для того чтобы заталкивать людей там пассажиров да ну когда вот в эмиратах мы были да мы старались не ездить когда там переполнена да вот но бывали случаи когда попадали именно вот в такие случаи когда там переполнен допустим вагон да и в то же время когда возвращались старались уже возвращаться когда там уже нагулялись чуть ли не на последнем на этом вагоне метро в поезде и вагон метро был практически пустой то есть в нас вез там допустим целый поезд нас там двоих-троих там вез и так далее то есть такие вещи вот об этом говорится что здесь ну скорости конечно 150 км в час не боками ни одно метро не ездит дальше широкие возможности функциональная архитектурная интеграция в городах даже если взять эмираты да то я тоже говорю что вот метро у них построена вдоль значит линии скажем так буквально две ветки но получается одна ветка потом она раздваивается да получается как вот это вот этого как чистоколы стоят эти огромные здания и уже между ними невозможно провести никакой метро там не и поэтому я говорю что конечно же вот это будет очень и очень наша ажурная вот эта вот система будет туда введена и будет я думаю очень красиво смотреться и не нигде не загромождать эффективность применения в горах значит там где водные препятствия это тоже есть дальше минимальные землеотвод но это может сто раз говорить да видите шаг можно и 2000 делать метров и более так далее но тут указано 2000 метров дальше возведение комплекс над жилыми жилыми и производственными зданиями то действительно если не высокие жилые здания и если поднять выше можно там не 10 метров поднять 20 метров 25 метров то в общем то и так как это не шумно и не ну не будет влиять то есть можно в общем то где-то проводить а не сносить как у нас сейчас делаются что переселяют людей часто люди недовольны часто можно наблюдать ситуацию когда стоят огромные здания но где-то кто-то какая-то бабушка дедушка или там еще кто-то отказался и вот приходится это за это здание в общем то даже есть на проспекте дежинского где-то такая вот ситуация есть я помню и в общем то да человек не не отдал свое здание вот и там строит и все объезжает эту дорогу ну и в китае где-то я видел такой же тоже просто сделали объездную дорогу вот он живет при между двумя такими вот автобанами можно сказать да ну здесь такой мы не будем наблюдать то есть просто поднимется чуть выше и будет также над домами пройдет оптимизация количество транспортных средств вот о чем я говорил то есть в линии в режиме реального времени то есть мы может быть чтобы рельсы автомобиля не были переполненными или не были пустыми то есть вот это очень легко сделать в транспорте юнистского дальше автоматизированность и обмен цифровыми данным между элементами комплекса и окружающей средой ну то есть когда там может быть какие то есть нарушения и так далее всегда это можно быстренько все сделать совершить интеграция комплекс различных сопутствующих продуктов технологии то есть линии электропередач вы помните оптоволокон информационный кабель то есть там где будет проложена дорога там будет интернет и электричество и в общем то все 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 видите тут вот где станции там могут быть торговые жилые офисные помещения в общем вот это действительно хочется сказать что действительно насколько все глубоко на там даже представить него когда я вообще это вот начинал просто инвестировать да я думаю ну дороги ну упады и подымут и так далее но когда вот смотришь вот сейчас вот все больше и больше углубляешься то есть даже не мог представить себе что насколько юницкий все продумывал и знал и наперед и видел поэтому сейчас конечно остается остается только восхищаться и удивляться почему еще не не стоит очередь скажем так ну хотя может и очередь стоит просто мы не знаем ну и дальше экологичность да тут тоже немаловажно то есть это сохранение естественных ландшафтов создание зеленых зон минимальный углеродный след уровень шума минимальный отсутствие препятствий для миграции животных да действительно сейчас вот настроили этих опять очередных границ и были картинки когда вот и лоси попадают сейчас в белоруссии да там и еще другие птицы до попадают в эту колючую проволоку и действительно человека рождается друг от друга да в общем-то решать это проблема а страдаете вот зеленый мир флора страдает фауна страдает можно сказать так все в общем-то действительно это но уже не говоря дорогах где гибнет тоже множество животных и так далее на наших вот этих дорогах где движутся средства но я же не говорю о людях которых тоже очень много гибнет до полутора миллионов людей дальше минимальная ресурсоемкость да в том числе низкий объем земляных работ и визу визуальная легкость инструкции действительно я в прошлый раз показывал какая красота когда ночью вот были съемки да когда там ситом движется наш транспорт вот ну в общем я от конечно от тараторил вам быстро это все есть на сайте поэтому давайте своим знакомым людям пусть читают изучает но конечно же еще раз повторюсь что это глубина которая действительно поражает всей вот этой вот своей массой преимуществ перед нынешним транспортом который сейчас есть ну повторяюсь еще раз действительно это случилось в апреле и это очень здорово что юницкий стринг технологии получил статус научной организации прошла аккредитацию в национальной академии наук беларуси государственном комитете по науке и технологиям того очень здорово вот и вот такое получили свидетельство подтверждение компетентности и значимости научной деятельности низкой стринг технологии почему это важно потому что очень много грязи льется и я сейчас ничему не удивляюсь потому что вы сами знаете что как говорил один политик да что пока правда одевать штаны ложь уже успевает обижать весь земной шар да поэтому в этом плане очень много фейков очень много грязи вот ну и наконец-таки вы сами знаете что анатолий эдуардович и здесь белоруссии тоже сталкивался с очень множеством фейков и так далее но вот свидетельство получено и теперь можно скажем так показать тем людям которые там все еще продолжают верить этим фейкам и так далее но не знаю нужно ли им это не нужно потому что я говорю самое главное что мы с вами знаем что мы с вами на правильном пути это действительно было сказано что показатели с 2016 по 21 год более 100 показатели было снято и прогноза 26 года на финальной стадии вот еще была защита вот в академии наук поэтому поздравляю в общем что от вас восклицательные знаки мы молодцы вот и под это дело тут уже видите вот уже сказано ну для чего это вот для того вот видите уже посетила делегация витебского государства технологического университета вот понимаете когда уже есть бумажка как говорится как у нас без бумажки ты букашка да вот есть бумажка ну да надо поехать посмотрите ну почему это с таким сарказмом говорю ну сейчас поймете вот значит люди побывали значит состав делегации находился проектор по научной работе заведующий кафедры старший преподаватель кафедры технологии оборудования машиностроительного производства вот начальник научная там ничего не помню как это аббревиатура расшифровывается вот но в общем то тоже какая-то научная там значит организация да вот ну в общем то посетителям продемонстрировали мощности вот завод очень понравился произвело впечатление вот и история технопарка и сам завод вот целью значит обалдели от современного этого оборудования вот буквально за несколько лет удивили что и стан бывшего танкового полигона вырос такой инновационный центр где возведены не только транспортные инфраструктные комплексы но и быстро на аккуратные аллеи деревьев и ухоженные сады это действительно надо еще сказать о том что там стоит эко дом эко дома рядом вот этот вот парк акварель действительно где люди могут отдохнуть рыбу половить и попариться и в общем-то антолий дурач показал реально что это не на словах а что реально это вот преобразить такие даже вещи как танковый полигон в шикарную такую вот экологическую скажем так экологический азис и действительно вот то есть не говори а покажи вот антолий дурач показал ну и представители университета смогли оценить комфортабельность транспорта узнали об экологических преимуществах по традиционным видам транспорта там много преимущества их всех знаете вот ну почему я так вот сарказничал вначале потому что проректор по научной работе елена ванкевич поблагодарила председатель компании сказал не ожидали что такие технологии есть нашей стране семь лет они не ожидали видите вот огромное спасибо за познавательную экскурсию теплый прием а я говорю всем нам спасибо тем людям которые в свое время она поверили так вот алексей новович который поверил который был там на закладке камня первого со своей дочкой вот молодец лёша вот то что ты нас тут сюда всех привлёк и спасибо тем людям которые поверили и в свое время алексею нововичу но в первую очередь конечно анатолию дардовичу да вот спасибо тем кого с нами нет уже виктории бульда спасибо что вот она мне рассказала этого технологии в общем-то познакомлена меня с алексеем нововичем конечно же это вот видите все таки мы с вами не просто все таки вот говорим получаем какие-то затрещины получали фейки эти старались а папа людям объяснить и так далее но вот видите потихонечку научный мир узнает и говорит не ожидали ну вот ожидайте люди ну вот в общем то они даже захотели вернуться поэтому вот потерли значит памятный знак этот нулевой километр ну дай бог возвращайтесь и в общем то действуйте да да вот помогайте развитию данного транспорта и у нас стране и вообще по всему миру вот но анатолий дардович и компания юиста не стоит на месте вот такие роботизированные дроны вы помните что они даже у нас тоже мы вы видели как летали мне конечно удивило что они в общем то они небольшие но вот тут вот написано что в принципе впечатляющая грузоподъемность этих дронов потому что они будут помогать строить и видите от 200 до 2000 до 2 тонн можно сказать да вот грузоподъемность этих дронов поэтому конечно где-то вот в труднодоступных местах будет доставляться различные скажем так материалы которые необходимы для построения там того или иного участка дороги поэтому я думаю что это все очень здорово и вот наша компания сидит идет очень такими решения поражает просто как сделать что как и чего в общем то меня это очень статья порадовала поэтому вот и представители тоже это все ну вот тут за резкий стоит денис юницкий стоит да там представители вообще этого технопарк вот они там обследовали сзади вот этот дрон который в общем то он не настолько большой наверное там это были испытания которые вот на моделях прошли ну вообще вы знаете что есть огромный дрон который поднимает вот такие я думаю даже может и больше может поднять поэтому в общем то тут сказано что область применения данных беспилотных летательных аппаратов беспилотных опять обращаю внимание потому что очень много сейчас действительно техники которые являются беспилотной помогает что доставка строительных материалов при возведении железнодорожных путей и искать трудно за доступных участках леса горы болота и так далее да это оптическое наблюдение мониторинг техническое состояние путевой структуры вот как раз вот эти вот дрон они могут помочь маленькие небольшие до аварийные полеты для выявления устроения недостатков отказов элементов путевой структуры безопасность транспортной инфраструктуры юская транспорт уверена что используем данных беспилотных летательных аппаратов может значительно повысить эффективность заведения комплекса в юскай ну я не сомневаюсь и тут могу сказать что конечно же это очень здорово что используются все новинки которые вообще существуют в мире это здорово вот но почему я вот эту картинку все-таки поставил смотрите это вы помните была выставка в абу даби в общем-то эмирате которые рядом находятся и очень много было представителей это и квейт это и саудовская аравия и вот кстати вот саудовская аравия это с города неом был представитель да это был бахрейн и египет был в общем-то к чему я это сказал потому что вы помните что выставка закончилась экспо 2020 она которая прошла в двадцать 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 втором году до закончилась марте месяце вот а выставки эти то есть а продолжается действительно все равно вот люди продолжают приезжать смотреть то есть они будут на выставку здесь присутствуют потом едут шаржу и так далее и то есть интерес который говоря о том что вот поэтому столько новостей потому что экспо идет отдать да конечно экспо помогло но в то же время интерес огромный к транспорту и и количество людей не уменьшается да вот поэтому сейчас еще помимо всего прочего помимо онлайн встреч вот еще столица азербайджана я в свое время выставил свою фотографию конечно же хочется сказать что я тоже там был но это старая фотография но я тоже был в боку вот мне очень нравится и вы знаете что тут скажем так там что за там именинник вот поздравляем до василия харькевича да тоже поздравляем вот инвестор да 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 поздравляем так что спасибо лена но в общем то можешь потом выйти тоже в эфир и тоже сказать лишь я думаю сможет подключиться отлично так вот смотрите значит несмотря вот и в в варапских абиратах и там странами на регионы туда все съезжается так далее но у нас есть онлайн вот потому что онлайн была встреча для огромного латиноамериканского скажем так рынка да там все страны латинской америки вот был огромный марафон на самом деле прошел четыре часа проходил и действительно вот конечно мои партнеры вот сестры там принимали активную часть это очень здорово но вот у оли еще скажем так у моей оли у нее муж с азербайджана с баку и я конечно на тысячу процентов уверен потому что и ну скажем так не то что уверена просто я знаю что ведется определенная работа потому что муж ольги тоже является очень крупным бизнесменом вот и вот это то что выставка здесь прошла и была приглашена в общем то то тоже юнических технологии компания вот конечно же это там не скажу что это прям вот олин там муж помог я просто думаю что и так и так пригласили но я думаю что это уже большой показали того что когда в августе месяц они там планируют быть то я думаю что очень много инвесторов тоже присоединиться потому что одно дело когда где-то выставка когда это специализировано идет другое дело когда люди именно местные очень хорошо отзываются от компании и продвигает ее на всех на всех уровнях поэтому очень приятно что ну это 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 событие состоялось и там присутствовал компанияю юристы вот поэтому смотрите значит юнические технологии представил транспортных структурные решения которые отличаются рядом преимуществ доступность безопасности экологичность адаптивность мы с вами это все уже разобрали до комплексы в эстакадном исполнении требует минимального землеотвода энергоэффективность надежность долговечность да ну и вот эти вот показатели что скорость от 150 вот 50 тысяч пассажиров в час вот может быть и 100 миллионов тонн в год но я вам хочу сказать что так как баку тоже огромный город это столица и там очень скажем так много автотранспорта действительно пробки иногда просто колоссальный ну я говорю что конечно же ну скажу так много говорить не буду все время покажет но вообще заинтересованность в новом в транспорте есть во всех странах в том числе и в азербайджане так что будем ждать когда тоже будут конкретные какие-то события произойдут так далее ну вот видите такой сертификат получил и низкий стринг технологии поэтому здесь очень интерес большой поэтому будем ждать дальнейших новостей но событие прошло с 1 по 3 июня и мы там были действительно вот представлены на самом высоком уровне хорошо вот но теперь вот такая новость она прошла там на нескольких в общем-то сайтах в том числе и на нашем вот sky world community да это you house называется теперь оазис сердце пустыни да бы действительно когда мы еще были столько зелени тут не было видите очень быстро дом обретает такой зеленый действительно как оазис это вот в пустыне это очень здорово и вот получается смотрите что смысл вообще всего оздоровления планеты действительно даже крыши должны быть зеленый как анатолий дарыч говорит что мы не должны покорить природу а жить симбиозе в полной гармонии и взаимопонимания вот поэтому транспорт юска юска и транспорт это скажем так решает проблему не просто доставки грузов пассажиров и так далее но именно чтобы вернуть земле и и действительно истинную природу то есть это выращивание зеленых растений продуктов питания в себя особенно в сфере последних вот это сейчас истерии по поводу на нарастающего голода но вы знаете что даже в странах европы там вообще дурдом такой же там нельзя лишний раз посадить что-то там но я не знаю точно в каких но я вот говорю что по крайней мере в америке у меня подруга моя живет у них есть собственный дом очень большой земля и она вот допустим у нее там и утки и куры ну в общем превратилась такую фермершу вот и получается что на год я не имею права если у меня там яйца есть я не имею права их продавать потому что я там должна пройти кучу контроля и так далее все в общем запрещено то есть если что-то ты выросла в лучшем случае ешь сам а вообще это не приветствуется и уж тем более нельзя ходить там продавать так далее как у нас то есть нельзя выйти на рынок я там яйца продаю либо зелень какую-то либо это мясо в общем то это все нельзя бьют по рукам очень сильно но я знаю что тоже в странах прибалтики били и за это и в общем то сейчас это вот подсобных хозяйств не приветствуется вот поэтому все кушайте гмо в европе там да вот и мы вас будем кормить и так далее все поэтому анатолий дурович возвращает на что мы должны иметь свой участок мы должны иметь свой дом мы должны иметь вообще общественный транспорт легко доступны во все точки в общем то и не только страны но и мира вот поэтому такая тенденция вот идет ну и вот смотрите вот о чем я говорю что вот видите зеленые крыши вы знаете очень многие из вас были действительно в мариной горке где можно было наблюдать такая же вот такой же уазис построил антоли эдуардович и в пустыне вот поэтому тут получается что проекта к домов системы возобновляемой энергии разработан для нового типа жилых кластеров соединенных сетями транспортных комплексов вот ю сити экологического чистого города зеленой энергии и высокоразвитой экономики вот поэтому там получается вот эти дома да я думаю что я тоже мечтаю таком доме вот прорабатывают мыслью об этом мечтаю и вы действительно видите тут люди вот какой огромный дом получается вот люди двигаются но мы тоже вот ходили когда приезжали огромный тогда вот делегации да действительно там ну все кто были нас приехали все мы поднялись на и там еще и еще можно было там в общем так огромная площадь дать зеленая несмотря на то что солнце так но вы видели вот это вот дом был реальный который там уже позелене вот ну вот кстати это тоже картинка отсюда то есть получается внутри вот уже такие вот зеленые все растения да там нету стеклянной крыши потому что да вообще превратится там конечно в париловку ну вот у нас дом есть я знаю лена там даже снимала дом с партнерами да вот мы там тоже с лишь были но не ночевали но в общем-то очень здорово там у нас стеклянная крыша в эмиратах там огромная площадь там кажется 30 на 30 до 30 на 30 там квадрат дом и вот внутри такой вот парк зеленый цвета очень здорово потому что за пределами парка очень жарко это понятно но в общем-то пустыня есть пустыня то есть страшный песок и понимаю что страшно оказаться да здесь вне деревьев вне если нету воды то есть это очень быстро превращаешься в общем-то понимаешь как жизни может убежать от себя вот поэтому этот оазис это очень здорово ну вот получается идеальное место для формирования благоприятного микроклимата это максимальная влажность качество воздуха температуры и так далее да вот поэтому вот эти теплицы о чем анатолий дарит это они призваны изменить сельское хозяйство сделав важный шаг решению проблемы нехватки вот энергии продовольствие видите тут вот вращивание овощей фруктов но вы помните антолий дарич это фильмы все рассказывал это очень здорово чтобы каждый имел такое подсобное хозяйство свой дух ну вот это вот тоже опять-таки лестницы по которому подымается вот видите здесь зеленое сложение вот тут подымаешься по лестнице и там вот в общем-то огромная площадь да вот поэтому вот это эко-хаус может называться вот и представляет сейчас единственный дом кстати единственный до такой вот деревянный дом полностью практически из дерева вот и он единственный в эмиратах потому что по их законам нельзя было такой дом такие дома строить и вот антолий дарадович показывает что этот дом может существовать в эмиратах он действительно выполняет очень много функций человеку очень комфортно именно в таком деревянном доме да вот и вот внутри тоже это уже там есть видео такое я там два значит сделал кадр хотя там но там есть видео у нас на сайте посмотрите тоже да экологически чистый устойчивый green house единственного всех эмиратах полностью построены из дерева вот это наиболее экономичные экологичные альтернативные чем дома из традиционного кирпича и бетона вот юхаус соответственно всем стандартам пожарной безопасности эко архитектура офиса соответствует мировым тенденциям и стандартам значит экосистема юхауса богат и разнообразно цветущий сад пруд там да там рыбки плавают такие красненькие вот улья видите улья вот тут вот пожалуйста птичьи гнезда все это создает атмосферу уазиса и посреди посреди жаркой пустыни сотрудники искать транспорт и гости центра тестирования наслаждаются потрясающей атмосферы цветущего сада в зеленом дворике и вот тут вот фотографии тоже вот разные да вот тут вот разные делегации вот и там который сильно очень активно ну вот и тут тоже вот на сайте представлена фотографика доволимая приезжала тоже с представителями из доминиканы бизнес-сообщества и так далее вот он тоже за заветский и денис юницкий вот тоже видите с книгами так далее вот это все пить даже не верится что это что это в эмиратах что там жарище тогда действительно невозможно там вот это вот кстати когда мы стали здесь антон дарыч вот это вот значит земной шар вот здесь . значит шар же представлена и вот именно вот где-то золотым прям золото настоящего да действительно золотой я там уже тер тер у меня даже рука стала желтая ну вот кусочек золота несу с собой но когда первый раз дотронутся там практически можно сказать что обжег руку там можно яичницу было жарить на вот этой вот на вот на вот этом вот кусочке на которые уже там раскалился ну в общем такая вот красотища видите сколько там зелени сколько там скажем так цветов ну птички пою кстати там очень все здорово вот к чему это все говорил да потому что я вам сказал вначале что вот есть такой то есть это все достижение нашей компании да и анатолий дар еще низкого и нас с вами как инвесторов да и тех людей которые там были и которые были и не знаю что это все не картинки а реально да вот и я вам просто раз рассказал что действительно вот приезжают и приезжают город не скажем так в шаржу и либо там на выставке эти и сморе так далее я вам говорю что действительно и представитель него мы если вот смотрите что такое днем мы уже с вами говоришь что-то новый город проект который в общем-то переводится он как новое будущее да если там брать из каких слов составлен да и вот в общем-то я тогда говоришь в двадцать первом году решили построить только аэропорт во четвертом планируют первых туристов принять вот и вот там еще линейный город туда за лайна не хотят этого мы с вами говорили о том что представители именно вот данных архитектурных решений приезжают и постоянно общаются вот с юницким стрим технологии то есть представителями компании виски стрим технологии потому что здесь очень много как транспортной системы я бы тоже думал вот действительно транспорт транспорт в первую очередь но на самом деле я сегодня зашел на сайт и что я обалделся 29 мая 22 года него запускает нет инициативу по посадке деревьев ну в общем то так как саудовская аравия это очень богатая страна но я тут почитал как же они там решили это сделать до сотрудничество национальным центром растительного покрова борьбы с опустынение с опустыниванием не он стремится улучшить растительный покров на своем участке путем восстановления по меньшей мере полутора миллионов гектаров земли внося дальнейший вклад с аудовской зеленой инициативу инициатива не он приведет к возвращению 100 миллионов местных деревьев и кустарников трамп а также движение поддерживает инициативу королевство то есть принца саудовской арабида по посадке 10 миллиардов деревьев папа понимаете то есть получается представляете 10 миллиардов деревьев да то есть вот как инициативе дальше читаем значит над хми аль насара главный исполнитель директора не он сказал защиты природного ландшафта обеспечение сосуществования человека и естественно среды обитания является неотъемлемой части ведения него запустив инициативу не он сотрудничестве с национальным центром растительного покрова мы находимся на пути к тому чтобы стать ведущим вкладчиком сохранения одной из выдающихся природных сред в мире в пустыню озеленения поддерживая планы по развитию значит планы развития королевства диверсификацию экономики саудовская зеленая инициатива стремится внести свой вклад построение зеленой экономики достижения углеродной нейтральности к 2060 году вот то есть уходят они несмотря на то что они в общем-то стали развиваться благодаря нефти как и и газу благодаря но страна опек да вот и в общем-то битик хотят уйти к 60-му году вот к этой кульверо до нейтральности новая инициатива выдвину окажет большое влияние на поддержку усилий направлен на защиту окружающей среды популяризацию природы обеспечение ее устойчивость а также несет непосредственный вклад достижение цели саудовской зеленой инициативы и в конце принц мухаммед бен салман вот он говорит о том что глобальном масштабе деградация экосистем приводит беспрецедентным без прецедентным потерям биоразнообразие разнообразие тем временем выброс углекислого газа усугубляет изменение климата природный капитал истощается по мере развития экономики запуск инициативы и не он предоставит возможности необходимы для разработки масштабирования инноваций для решения проблем с которыми сталкивается планета дальше не вам является пионером преобразующего опыта который примеряет партнерство между человеками природы до него внесет значительный класс сохранение природы во всем мире посредством реализации научно обоснованных программ и защиты восстановления и восстановление там да не он это живая лаборатория который вдохновит эволюционную главу возрождение планеты ребята здесь я хочу чтобы вы мне поставили там восклицательные знаки почему потому что когда людей становится много да вот как анатолий эдуардович об этом толдонет и толдонет говорил и говорил и говорил и теперь появляются такие вот в общем-то люди которые правитель стран да люди которые обладают несметными богатствами и они наконец-таки начинают задумываться да и вот этот не он почему этот принц мухаммед он и говорит спасибо вам за восклицательные знаки почему она говорит что действительно все города сейчас они построены для машин до для автомобилей для года транспорта там и так далее все вот мы с вами до живем в принципе да я вчера вот шел и мальчик уронил мяч который просто вот так раз и побежал и поскакал просто вот на дорогу и он у него кстати еще рука сломана этого мальчика и он вот это может и выронил поэтому и он бежит за этим мячом и там машины просто тормозит вот так я вот представляю я вот вспоминаю своего ребенка да когда мы с лёшей ездили вот саша его дочка и мой кирилл когда мы спасибо за восклицательные знаки когда мы бегали по этой траве с мячиком там с бадминтоном и тогда и когда над нами подъезжай проезжали вот эти вот транспорт наш юницкий вода вот действительно я тогда искал что люди мы будем всегда скажем так спокойно за своих детей когда они будут бегать по дорогам если это не не местные дороги юницкого действительно вот это вчера ситуация когда он выбежал и тут тут просто ты вот об и все просто идешь мячик покатился и ребенок за мячом бежит ему не важно что там машины и так далее конечно же слава богу что эта машина не ехала так быстро поэтому притормозила но в общем-то ситуация была нехорошая и вот к чему я все говорю что мы с вами вот благодаря вот этим вот восклицательным знаком потому что вы все каждый почему я говорю давайте мы будем мыслить об этом давайте будем мыслить я конечно же больше посмотрю еще информации что там не умеете у меня вот этого последний информация видите они вот буквально вот может мы с вами тоже повлияли в какой-то степени что мы стали думать о том что продвижение нашего транспорта продвижение вот этих зеленых городов и этих вот зеленых технологий, да, и понимаете, и вот два, не то, что это там когда-то, это вот 29 мая практически, вот когда мы с вами инициативили вот это, вот они решили озеленять вот теперь Саудовскую Аравию. То есть это фантастика, понимаете, поэтому так это работает, что один и один это не два, это одиннадцать, а если нас с вами было одиннадцать и одиннадцать, это уже, знаете, в общем-то в тысячи превращается. И когда мы с вами мыслим, действительно, вот это вот наши мысли, они превращаются уже в реальность, в реальность, поэтому я просто в восторге от этой мысли, может быть, так как-то вам подвел ее, может, действительно, но я говорю о том, что идея Юницкого, они находят все больше и больше отклик, да, что надо уходить от того, что мы убиваем природу, мы возвращаемся к тому, что мы являемся тоже дети природы, да, и вот мы должны ее беречь, как свою мать. Вот, и вот поэтому я вам хочу сказать, что спасибо вам за вашу тоже поддержку, что вы тоже думаете об этом, за ваши восклицательные знаки, поэтому наши мечты будут сильнее, когда наши мечты будут сильнее наших страхов, они начнут сбываться. У нас с вами страхов нет, но, конечно же, я говорю, что многие люди сомневаются и так далее, но если мы с вами не сомневаемся, наши мечты будут сбываться быстрее и быстрее, поэтому я предлагаю вам все-таки продолжать вот это вот дело, да, думать, нас будет все больше и больше, и я не останавливаюсь об этом, я говорю, и вам сейчас говорю, пусть нас немного, но мы все в сильняшках, да, и мы будем с вами двигаться, поэтому продолжаю, что, да, дадим наши дороги, вот небесные дороги Юницкого им быть, и не просто эти дороги будут, они будут действительно находиться в таких вот оазисах, где будет все зеленое, где будут дома, эко-дома, вот юхаусы такие, да, и я думаю, что мы с вами будем богатые, и каждый из нас, как минимум, приобретет по одному такому дому, а может быть, и все наши тоже родители еще смогут пожить в таких домах, ну, уж пройдите, я даже не сомневаюсь, поэтому, Анатолий Эдуардович, вам спасибо огромное, вот, и то, что мы с вами собрались сегодня здесь тоже, спасибо Анатолию Эдуардовичу, и вот, скажем так, мир меняется, ребят, это тоже, скажу, что тоже благодаря нам тоже, вот, спасибо вам большое, да, спасибо, ребят. Алексей, если ты выйдешь, я тебе буду признателен, может, тебе что-то сказать, может, кто-то еще кто-то что-то скажет, так, включу, да, так, слушаю тебя, да, слышу, ну, спасибо за презентацию, конечно же, как всегда, интересно, вот, открыл нам еще одну страничку в проекте НИОМ, действительно, мы рассматривали его раньше с точки зрения транспорта, как такой некий город, вот, а видишь, оказывается, там помимо города и транспорта, есть еще и целая программа по озеленению, и, конечно, эта цифра 10 миллиардов деревьев, впечатляет, впечатляет, на самом деле, вот, ну, я не помню, протяженность этого города 100 километров, 120, да, что-то такое было, или 120, или 130, да, что-то такое было, ну, это злайм, именно, да, это такая будет прям зеленая, видимо, полоска, вот, ну, прям даже интересно, интересно, если это будет. Я просто вот, как мы с тобой говорили о том, что Анатолий Дуальдович, есть и гумус этот, да, вот, и есть вообще, и экодома есть, то есть, мне кажется, тут, ну, вот, я лично вижу для себя так, что надо отбросить все вот эти вот, скажем так, все предрассудки просто ехать к тому же шейху к Анатолию Дуальдовичу, садиться просто за стол, пить чай, да, подписывать все договора, и Анатолий Дуальдович вот просто уже ездит сюда и просто становится вот, скажем так, гендиректором по, вот давайте сделаем, что надо вам, да, чем помогать. Генеральный консультант. Главным, главным консультантом, да, вот, пусть там все, вот, я бы так это видел, вот так, просто все, что творится в Ниоме, вот сколько там денег и так далее, то они там хотели там что-то взрываться, куда-то там в два, в три этажа делать подземную дорогу, но зачем, если есть решение, да, ну, вот, Илон Маск, кто там, мечтал, мечтал о какой-то там подземной дороге, вот сделал какие-то тоннели, и там люди просто откроют устрофобию, там просто глаза по пять копеек и хватаются за руку там и так далее, и все, и действительно, ничего хорошего это не получается, не получилось, точнее, вот, а здесь, пожалуйста, вот, красиво, ажурный, ажурный транспорт, тихоходный, тихошумный, да, быстроходный, вот, красивый, хочешь, сто человек посади, хочешь два человека, любой, хочешь, в любой, скажем так, хотите там вообще индивидуальный, да, вот, ну, просто, вот, ну, и действительно, озеленение, все это, так что, так что, все очень здорово, ребята, очень здорово, и, конечно же, я еще раз говорю о том, что мы очень много не знаем, сколько вот этих встреч проводится, да, сколько, в свое время нам Олег Зарецкий тоже рассказал, что действительно люди приходят, кто, кто, с кем там мы конкурируем, так говорит, там просто даже смешно, чуть ли там не, как тогда Анатолий Доварович рассказал, что ему там предложил, да, подвесь корыта там на веревке, вот тебе и транспорт, ну, вот такой вот и предлагают, поэтому, просто снимая шляпу, вот, Анатолий Доварович, насколько он выдержанный, насколько спокойно делает свое дело, и вот только идет, 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 действительно, не обращая ни на что внимания, поэтому, Анатолий Доварович, вам 300 лет жизни, да, вот, чтобы, я думаю, что технологии еще будут и медицинские, также развиваются быстро, так что, давайте, все желать здоровья, и таких долгих лет жизни, действительно, таких вот, как минимум, тогда, 120 лет жизни может человек спокойно жить, да, то есть, поэтому, это как самый минимальный возраст, а так, если больше, поэтому, очень здорово, поэтому, я тоже воодушевлен этой, скажем так, новостью, потому что, действительно, все, что говорит Анатолий Доварович, вот, уже, начинает, осуществляться в мире, это очень здорово, поэтому, я думаю, наши технологии тоже будут развивать, вот, так что, вот так, да, именно так, да, ну, что, Лен, выйдешь на связь? Мы поздравляем, да, именинника, да, Василия, Леша, ты можешь Лену посидеть, да, я, попробуем, я думаю, что запись уже можно остановить, а, да, вот, ну, тогда на этом запись останавливаю, да, так что, послушаем еще Лену, вот, а так, спасибо. Продолжение следует...